Я думаю, если вы спрашиваете меня, то, скорее всего, вы не любите, но то, что вы не ревнуете, не пишете, вы спрашиваете, где и с кем, это нормально, это здоровые взрослые отношения, основанные на доверии. Поэтому это абсолютно нормально. Я тоже хочу похудеть, но мне, к сожалению, после операции нельзя похудеть на протяжении всего месяца. Поэтому даже сейчас, при том, что у меня отравление, я все равно заставляю себя есть, потому что вы знаете, что похудеть при отравлении. Так, я была разной девочкой в этом году, но главное, что под конец года я сделала большую работу над собой, и в Новый год я уже иду хорошей девочкой. Однозначно. Да, ребят, увидела недавно новый проект, бесплатный. Ребята сами зарабатывают и лучше с вас заработают. Кому интересно, переходите по ссылочке. Черт, я не взвешиваюсь, я не знаю, какой у меня сейчас вес. Вы вообще без понятия. Не знаю, от чего мне надо его чистить, у меня все хорошо. Хотя вот сейчас я кишечный этот вирус, мне кажется, почистила все, что надо и не надо. А как может стоять выбор между мамой и между мужчиной? Мне, во-первых, никто ничего бы не ставил, не сказал, у меня адекватная семья, и у меня будут адекватные, и были адекватные мужчины. Вы сами в начале отношений ставите какие-то рамки. У меня нет проблем со здоровьем, ребят. У нас в Москве ходит кишечный вирус, и сейчас и многие болеют, и я в том числе. Вот я все так же. Слушай, я долларами притягиваю себя. Шрамы, конечно же, есть, но теперь они не просто маленькие. Понятно, что не может быть, если их вырезали, что ничего нет. Это логично, правда. Пост уже был. Что-то новое сказать. Если мне будет, я вам скажу. Пока мне нечего сказать. Пока я результат не вижу. Совсем маленькая, худенькая сидит. Я не знаю, что мотыть. Посмотрите по взрослые фильмы с двумя мужчинами. Если бы что-то не удаляло, если бы что-то сказал. Да нет, все бывает. Да, у меня теперь темные корни. Ну, как темные, светлечи мои родные. Буду отращивать свои волосы. Мне очень нравится. Если вы что-то хотите, действительно, на самом деле, то идите делать. Вы всегда можете потом сдуть. А с первого раза, не факт, что у вас все возьмется. Когда вы знаете, что мы все равно. Ну, короче, я не знаю все ваши ситуации. Я могу сказать вам одно. Если вы уверены, что мы все равно, зачем вы о нем грустите. Вам просто, видимо, заняться нечем. И вам это нравится. Вот так. Девчонки, если вы что-то хотите, для этого есть у нас специально рот, язык. Не было бы языка, мы бы не могли разговаривать, но для этого язык. Если вы хотите соединиться с своим мужчиной, вы уверены в этом 100%, то поговорите с ним об этом. Сделайте. Я, не только я, считаю. И считаю, что в этой жизни многое зависит от того, что вы говорите, что вы несете в этот мир. Вот так же с отношениями, так же с любыми отношениями. Научитесь разговаривать, научитесь выражать правильно свои мысли. Не стесняйтесь, не бойтесь. Это жизнь. Человек может бояться вам сам сказать, что он хочет с вами сойтись. И вы сидите, боитесь. И что в итоге, вы останетесь друг без друга. Вообще не бойтесь делать первые шаги. Это и есть уверенность в себе. Как ты не боишься делать первый шаг. Вот я не боюсь делать первый шаг. Я себе вообще за этот год просто, ну да, я могу сделать первые даже три шага. Мне вообще все равно. Я не отступаю от цели. Че ты? И поэтому я послезавтра летю в Таиланд. Да, и поэтому я послезавтра летю в Таиланд. Я не отступаю от цели. Лизочка, деточка, посмотри, мы с твоей мамочкой передаем тебе огромный привет. Любим тебя, целуем, обнимаем и скучаем. Скоро ты тоже придешь к нам на съемки шоу Бородина против Бузовой. Спасибо вам огромное. Рыбка моя ненаглядная. Пока-ски. Это был сейчас не монтаж. Моя мама сейчас реально... Почему моя... Вот я вам пример. Моя мама мне даже не сказала. Моя сейчас мама на Бородина против Бузовой. Но я об этом не знаю. Класс. Супер. Что она там делала? Давайте угадаем. Что? Что там происходит? К чему я даже об этом не знаю? Класс. Супер. Бомба. Даже меня не позвали, а маму позвали. Вот это дожилось-то. Я заметила только то, что нужно ко всему проще относиться, расходиться в хороших отношениях с людьми. Потому что вы с ними этот период какой-то проживали, дружили, любили друг друга. Просто расходитесь хорошо на позитивной ноте. Спасибо большое. Мне очень приятно. Но бывает, когда ты немножечко не выспался, припух, или у тебя вылез рог, то маска в доллары мне очень хорошо скрывает этот моментик. Серьезно? Мне каждый год выходить замуж, что ли, надо? Я только год назад развелась. Девочки. И почему я развелась с Лешей? Ну, потому что мы разные люди. Ну, все. Ну, ответила. Я думаю. Вы всегда задаете вопросы, вот мы не можем понять, да, что за мужчина у вас просит денег. Непонятно. Брат, муж, сват. Ваш мужчина на что просит? Может, займу и просит. Пожалуйста, правильно пишите свои мысли. Слушайте, нужно дарить девушке то, что она хочет. Вот так вот. А если вы не знаете что, то, конечно же, деньги. Чтоб она купила то, что она хочет. Я лежу, лечу одна. А вот Арман, вы знаете Арман? Я купила сегодня себе костюм. Арман сказал, что это похоже... Вот это юбка. Посмотрите, я плачусь. Что это похоже на тряпку. На занавеск. На занавеск. Короче, через сколько можно заразиться конъюнктивитом? Мой друг, у него прекрасные глаза, он заболел, а теперь у меня постоянно срезаются глаза и чешца. Я уверена, что он меня заразил. Для вас мы разработали несколько тренингов. Можете прийти по ссылочке. Как раз там есть один из них. Поработайте со своей истинной уверенностью. Переходите, смотрите. Цена минимальная. Честь Нового Года. Я не знаю, кто придумал паспорт. Но вам так скажу. Стоит ли? Вы меня не спрашивайте. Если ваше сердце хочет этого, почему нет? Если у вас есть желание, кайфуйте. Вы не знаете, сколько нам отведено на этом свете. Получайте удовольствие, кайфуйте. Думаю, развод вас спасет. Поверьте, в этой жизни вы еще полюбите. Ребенок – это счастье. Только не вините его, потому что вы срабатываете. Вы сами не знаете, когда бы вы могли разлюбить этого человека. Так в жизни бывает. Как я уже говорила. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Поверьте, еще полюбите и не раз. А может быть, один раз и навсегда. Вы знаете, мне сейчас показалось, что вы не ее подруга. Я бы не хотела иметь такую подругу, как вы. Это сто процентов. Что у вас такие мысли вообще могут появиться? Вы кто такая, чтобы кому-то что-то рассказывать? Извините. Окей, вы рассказываете о ее маме. Девочка уже занимается сексом. Что вы ждете? Мы не знаем, какая у нее мама. Если неадекватная мама, она с ней просто поговорит. И что? Если неадекватная, поругает ее, побьет, накажет. Что вы этим добьетесь? Она уже этим занимается. Вы вообще при чем здесь? То, что она вам это доверила, или вы даже об этом узнали, вас это никак не касается. Это не ваша жизнь, не лезть в чужие жизни. Подкачиваю, подкачиваю. То есть все благодаря моей Анечке. Я не знаю, к чему я должна привыкнуть. Так как моя грудь всегда была такого размера. Ну, до того, как я сильно похудела. И когда я родила, она вообще была у меня пятого. Вот с пятым размером груди мне было тяжеловато. Все, всем прям прошел мой маникюр. У меня все вопросы про маникюр. Покажи, покажи. Ярко-розовый просто сделала с тразинкой. Так как я загорю, буду красивее. У меня много ярко-розовых купальников, желтых, розовых. Вообще я такой ярко не очень. Я пользуюсь только шампунем. И то, в последнее время мне пользовалась. Но на море решила взять так быстро. Боюсь, может от океана смыться цвет. Отчеки. Отчеки. Отчеки от чего у меня должно быть на бедрах? У меня всегда были широкие и красивые бедра. Я обладательница тонкой талии и широких бедер. Все разные. У всех разный организм. И также у всех разное строение. Он может быть очень худенький. Может быть полненькая, крупненькая, средненькая. У всех все разное. Девочки, поймите. Нет, я очень боюсь высоты. Очень. Я тоже на Красной Поляне не смогла. Нет, я смогла пройти, но мне было очень тяжело. Там, где ребята прыгают в Тарзанке. Какая тема интересная. Смотрите, я выросла и родилась на Северном Кавказе. Нет, какую-то часть жизни, конечно, я росла в Москве. Туда-сюда и моталась. Но у нас там много разных национальностей. Встречалась я и с адыгейцем. И семь лет прожила наполовину армянин. Но их менталитет мне больше подходил, чем, например, я была замужем за белорусом. Не зависит от того, наверное, какая национальность. Зависит от воспитания человека, где он родился, среди кого он рос. Вот. Вот такие всякие маленькие нюансы. Ну, я точно могу сказать, что я бы не вышла замуж за иностранца. Я люблю наших русских-русских мужчин. И люблю наш менталитет. Наш-наш-наш-наш-наш-наш. Как я могу вам на это ответить? Потому что я же говорю, наш организм человеческий, мы вообще все разные. И внешне мы разные. И организм у нас разный. А у всех разное половое созревание. В разный возраст. Я не могу вам ответить на это. Мне всегда буду отключаться. Пытаться уснуть. Потому что поздно стало ложиться пять часов. Все. Нарушила себе все. Хотела раньше ложиться. Вы помните? Вот. Очень много вопросов. Спасибо вам за вопросы. Завтра попробую еще поотвечать. А мне спасибо за ответ. Всем сладких снов. А кому-то классная и бурная ночь. Обняла, поцеловала ваш лизучек.